Музыка Здравствуйте, любители игры на фортепиано! Сегодня у нас 11-й урок, и на этом уроке мы разберём произведение современного норвежского композитора Рольфа Лоуанда, «Песня таинственного сада», «Зонг фронт секрет гарден». В разборе этого произведения нам помогут ноты, взятые из сети. Вот этот листочек я распечатал из сети. Это фортепиано-переложение той самой музыки, о которой мы сегодня пойдём речь. И автор этого приложения – некий Баландин, С. Баландин, ну, возможно, Сергей Баландин. Я говорил, что исполнитель, прежде всего, должен понять то, что он будет учить. И в нашем случае, ориентируясь вот на эти самые ноты, мы попытаемся докопаться до авторской идеи, до того, с чего, собственно, и началось сочинение этой музыки. То есть мы должны изучить мелодическую линию и гармонический план. Прежде всего, надо понять, в какой тональности написано это произведение. Но опытному музыканту сразу это понятно, потому что он видит три бемоля при ключе и заключительную ноту до. С трое трезвучие от ноты до, с учётом бемоля, который там есть, у нас получается до-минодное трезвучие. Это и есть наша тоника, определяющая тональность. Чтобы понять, какие клавиши или звуки композитор использовал в этой мелодии, надо для начала сыграть гамму, потому что именно звуки гаммы будут использованы в мелодии. Ну, давайте её сыграем. Вы заметили, что здесь попалось нам три чёрные клавиши. Давайте их посмотрим. До, ре. Следующий звук ми, но она чёрная. И называть её надо ми бемоль. Не ре диез. Ре-то мы уже прошли. А именно ми бемоль. Бемоли понижают, в отличие от диезов, которые повышают. После ми идёт фа, соль. Дальше идёт ля, но она с бемолем. Ля бемоль. Дальше си, но она тоже с бемолем. Си бемоль и до. Таким образом, три чёрные клавиши. Си, ми и ля. Надо запомнить, что именно эти участвуют. Вот этим запрещено. Этим можно. Давайте ещё разочек гамму. Итак, три бемоли. Я смотрю ноты. И вижу, что первая нота нарисована на второй ступеньке. Значит, это нота соль. Надеюсь, это все помнят. У нас же был небольшой урок посвящён нотной грамоте. А дальше надо ориентируясь на рисунок, на графику. Куда движется? Выше? Ниже? На скачок или на соседнюю клавишу? Я вот вижу, что после соль идёт скачок на до, а потом подряд звуки. Я бы хотел, чтобы этот урок контролировали вместе со мной именно по нотам. Потом маленький прыжок. Остановка на ре. От ре идём дальше. Остановка на до. Давайте ещё раз посмотрим. Итак, от ноты соль движение пошло вверх. Кстати, это аккордовые звуки тонические. Они подсказали композитору. Ведь, скорее всего, он вначале тоже сыграл тонику. И потом. Вторая фраза зацепилась за первую. С этой же ноты. А третья за рэ зацепилась. Остановились на столь. Это, хоть и есть аккордовый звук тоники, но он также входит и в доминанту. Ощущение неустойчивости присутствует. И композитор продолжает дальше. Заметите, что всё то же самое. И только последняя нота не сюда, а вот сюда. В тонику. У нас получилось сложное сочинённое предложение, где была запятая. На ноту соль. И тоника. И точка. В тонику. Так что учить нужно только половину того, что я сыграл. И только в конце изменив второе построение, у нас всё и получится. Посмотрим, что там у нас в левой руке. Ну, поскольку я хорошо умею читать ноты, я сейчас сразу буду играть. 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 Ну, что я могу сказать? Конечно, каждый волен делать по-своему, и Баландин сделал так. Но вначале я у него видел аккомпанемент из трех звуков. А потом появились еще трех. Я думал, что тот и сейчас изменится, однако он опять возвращается к трех. Значит, может было там не играть четвертый, а просто вот так сыграть. Ну, а тут уже пошли заморочки. В лево-правой руке в мелодии появились двойные ноты. Вы знаете, я немножко буду править этот текст. А на сайте мы выставим и эти ноты, и мои. Я не хочу сказать, что они упрощенные. Я думаю, они просто логичны, более точно будут соответствовать хотя бы идее композитора. И именно помогут вам быстрее, нежели вот эти ноты, сыграть эту пьесу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!